Первая тема классического риторического канона – инвенция. Это нахождение или изобретение материала. Мы должны будет помнить, что именно мы говорим, где, когда, кому и о чем мы молчим. Инвенция изучает доводы. Доводы делятся на доводы к вещи и к человеку. Доводы к вещи делятся на логические и в некоторой литературе естественные, в некоторой научные. Запишем, естественно, научные. Логические. Логика обязательно должна быть в риторике, только логика не делает речь убедительной. Только одна логика не делает ее убедительной. Должно быть еще что-то. Но логика должна быть, как скелет в нас. Попробуй ходить без скелета. Самое мое любимое логическое утверждение, спасибо Мэтту Ридли, ни один из наших предков не умер девственником. Попробуй поспорить. Естественно, научные. Это цифры и факты. Если тебя спрашивают, мы написали диплом, то лучше сказать честно, потому что классический риторический канал предполагает, что мы даем честный ответ, что мы написали 57 страниц. Потому что по сравнению с этим фразой «я думаю, что сделано немало» звучит издевательски. Если мы даем ссылку на Аристотеля, то гораздо лучше пользоваться академическим изданием, чем непонятной книгой в мягкой обложке, в которой вырвана половина страниц. Если мы пользуемся интернет-источниками, проверяйте. Неизвестно, кто и какой текст отправил в библиотеку, соответствует ли он королевской части. Естественно, научные доказательства включают в себя цифры и факты. И 97,85% звучит гораздо лучше, чем фраза «почти 100%». Тут, конечно, нужно еще одну вещь помнить. Важно, как именно мы пользуемся всеми этими фактами. Обезжиренный творог на 95% и творог, содержащий 5% жира, это ведь одно и то же. Но звучит по-разному. Доводы к человеку. Делятся на доводы к пафосу и к этосу. Пафос – это страсти и эмоции. Доводы к пафосу делятся на угрозы и обещания. Угрозы – это когда все закончится плохо. Обещания – если нам что-то дадут хорошее. Если вы не выучите эту тему и не напишите контрольную работу, вы не получите оценку по курсу, не получите сертификат. Если вы напишите контрольную работу, то сможете надеяться на то, что курс будет сдан. Если ты уберешь за собой игрушки, то завтра мы сходим в зоопарк. Если ты не уберешь сейчас же разбросанный конструктор, то я соберу его и выброшу в окно. Доводы к этосу. От слова «этика», «моральная нравственность», что такое «быть хорошим»? Не самые простые вещи. Доводы к этосу делятся на доводы к сопереживанию и к отвержению. Если мы принесли домой котенка, то мы рассказываем о том, что он тонул в грязной луже. Он такой маленький и жалкий. У него порвано ухо. И он голодный. Ну, кто вас после этого заставит избавиться от такого чуда? Доводы к отвержению. Если вам не нравится друг вашего младшего брата, и вы действительно заметили, что там какие-то нелады, вы можете сказать, «ммм, а у твоего друга такие грязные, не стриженные ногти, и он их обкусывает. Боюсь, что у него глисты». Нет, там даже не глисты. Там, наверное, трехметровый бычий цепень. Кстати, слово «трехметровый» настраивает нас тоже на нужный лад. Что нужно помнить? Мы не пользуемся интенсификаторами. Если вы читаете фразу «это великий писатель, написавший знаменитое произведение», это ни о чем. Такими фразами нельзя пользоваться, не нужно ни в коем случае. Нам нужны конкретизаторы. Конкретизаторы – это точно и точечно. Есть лекции декона Андрея Кураева, где он разбирает роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Эти детали, которые обычный светский человек просто просматривает, он не видит их, Кураев их как раз отмечает. Он говорит, посмотрите, вот, например, написано, что мастер работает в музее. А давайте посмотрим внимательно, какой же это год у нас примерно? А, вот у нас какой год. А какой же у нас музей-то был в Москве в это время? Ну, так это музей революции. То есть, оказывается, вот тот образ интеллигента, спрятавшегося в музейной пыли, он вот уже, оказывается, не так явно просвечивает, либо музей революции – это уж совсем что-то другое. А вот, например, говорит, случай в Варьете в булгаковском романе. Когда это происходит? Так это же четверг, да перед Пасхой. А это чистый четверг. И, соответственно, верующие люди шли в храм, неверующие могли пойти в концерт симфонической музыки, но только вот люди новой формации пошли в Варьете, ну и встретились там с Воландом. Детали, конкретизаторы создают определенное представление о том, что ты знаешь больше и способен дать больше другому человеку. Когда мы приходим домой, и мама спрашивает у нас, как дела, а мы им говорим нормально, и уходим в свою комнату, это раздражает. Но если мы сказали, сегодня я в метро, видела такого замечательного чудака, у него был огромный с собой рюкзак и ярко-зеленая шляпа с пером. Это конкретизатор, который приковывает внимание нашего собеседника, ну пусть даже к тому, что на самом деле не касается моей личной жизни, а является просто картинкой, конкретным фактом точечным, на который можно обратить внимание, за который можно зацепиться для того, чтобы поддержать беседу. Больше информации ссылочка в описании под видео, ну и в дистанционном курсе. Субтитры создавал DimaTorzok